Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Надеюсь, вы следите за моими новостями. Надеюсь, вы присутствуете на моих бесплатных мастер-классах. Например, сегодня состоится мастер-класс на тему «Основные мужские мифы о сексуальности и физиологии женщин». Хотите узнать, чем мужчины заморачиваются и в чем они ошибаются на предмет женщин? Посмотрите, пожалуйста, мое расписание, посетите мой мастер-класс, и будет вам счастье, а также, самое главное, будет вам необходимое для жизни знание. А на канале доктора Макарова бушует видео «Слаба на передок». Ну вот кто такая шлюха? Как дать определение женщине, которая что? Пожалуйста, посмотрите мое видео и примите участие в дискуссии. А на канале Макарова Лайф идет сериал по решению действенности. Но все бедные никак действенности не лишат. Каждую неделю новая серия «Основные причины лишения действенности», «Препятствия к лишению действенности». Боже мой, да как раньше люди без этих инструкций-то справлялись? А как же они начинали половую жизнь-то без моего канала? Посмотрите это видео, быть может вы найдете что-то полезное для себя. Может вы там что-то не так сделали вот когда-то давно и теперь с этим живете? Это нужно узнать обязательно. А на канале Макарова мама идет видео все про прививки, истерики по поводу прививок, страсти по поводу прививок, прививать или не прививать своих детей. Вот, например, недавно мне попался комментарий одной мамочки, «Когда я родила своего ребенка, у меня были мучительные бессонные ночи, я принимала решение, да, решение далось мне нелегко, и я решила, что буду прививать своего ребенка, и вот теперь я прививаю, вы делаете что хотите, мое решение такое. Я просто вот, вы знаете, диву даюсь, ГОСТы, санопитнормы, все давно за вас решили и придумали, отработали на массе клинических испытаний, написали кучу статей и несут за вас ответственность головой. Нет, ну зачем мамочке спокойно спать? Ведь ей надо самой все это изучить и придумать. Вот терпеть не могу таких людей, не понимаю их логики. Можно подумать от того, что она ночи не спала, книги читала, там, я не знаю, какие-то сайты, форумы читала, можно подумать, что от этого она умнее стала, или стала лучше разбираться в медицине, или поняла, наконец, зачем прививаться и какие могут быть последствия у непривитых детей. В общем-то, как говорится, чудес на свете, не перечесть. Вот, и хотите посмотреть профессиональное мнение, послушать профессиональное мнение, смотрите видео по поводу прививок на канале Макарова Мама. А год назад на канале доктора Макарова вышло видео Стоп Старт Методика. Видео очень ценное, потому что основная мужская истерика, как бы подольше не кончать, она чаще всего упирается в методику. Дайте какой-нибудь инструмент, научите как. Научите как действовать, как жить, что такое применить, как этому обучиться. Вот, пожалуйста, посмотрите видео, повторяйте эту методику, и вы научитесь. А два года назад на канале доктора Макарова вышло видео о самомассаж простаты. На самом деле, вы знаете, массаж простаты носит чистый медицинский характер, но его можно применять и с эротической целью, потому что в капсуле предстательной железы содержится очень много эрогенных зон. И тут меня вот невольно начинает смущать некая аналогия между массажем простаты и массажем клитора. Дело в том, что когда женщина самомассирует, самостимулирует себе клитор, ну, то есть мастурбирует, вот, она начинает заморачиваться на тему, а зачем мне тогда нужен партнер, если я все могу сделать своими руками? Кстати, об этом смотрите в следующее видео. Вот, а зачем мне тогда нужен вообще партнерский секс, если я могу сама себе доставить удовольствие руками? А мужчины, когда покупают массажер простаты, в принципе, для здоровья, но и с этой же целью. Ну, давайте не будем уже тут кокетничать, там скрывать чего-то. Давайте все-таки честно скажем, что у мужчин там есть эрогенные зоны, им там очень приятно, вкусно и иногда настолько остро эмоционально хорошо, ну, практически так же, как женщины во время клиторического оргазма. Вот почему мужчины, когда применяют самомассаж с помощью тренажера простаты или ходят к урологу, почему они не встают в позу и не кричат, а зачем мне тогда нужна жена, если я могу себе доставить это удовольствие самостоятельно? Вообще не понимаю тогда, в чем смысл партнерского секса. Нет, они тщательно оберегают от посторонних ушей способы получения своего удовольствия. И так, знаете, там, а, все разошлись, ага, Ваня шум воды погромче сделал как-то там, и предаешься блаженству. А, не дай бог жена узнает! Боже мой, что тогда будет? Вот это, конечно, какие-то просто для меня загадочные несоответствия между удовольствием и способом его получения. Наверное, я на эту тему буду рассуждать еще неоднократно, каким образом все-таки совместить удовольствие и партнерский секс. Ну и три года назад на канале доктора Макарова вышло видео «Как лишить девушку девственности, мастер-класс и план методички». Что-то как-то, видимо, какой-то трендовый запрос нашей современности «Как лишить девушку девственности», потому что, видите, и на канале Макарова Лайф сериал аж целый идет, научный. Вот, и на канале доктора Макарова постоянно возвращаемся к этой теме. Видимо, ваши вопросы и темы, остающиеся без ответов, настолько актуальны, что приходится на эту тему постоянно отвечать и к этому возвращаться. Ну что, смотрите, получайте удовольствие, а теперь пока!